в потеряевке сегодня 16 мая 15 года я пришел тут братья устинова этот алексей распахали тут много лет никто не жил сегодня распахали только видите как выбирают чистит земли не нужны вот она тележка сейчас вывозит по хозяинам здесь думает быть иосиф это родной брат его все вот тоже тележка и носит так я пришел к вам ребята с сообщением подойди сюда кто у меня сапоги спрашивал я значит можете зайти я покажу где на крышу залезти на скворечник и на склад и кроме того на склад там большой склад володе подойдете скажите где есть вам если нужно подушки по одной подушке можете взять хорошо по подушке дальше выбрать себе по размеру шинели в них работать кителя авиационные шаха бы это сказать шерстяное все очень хорошее вы посмотрите что вам там еще надо будет там головные уборы есть какие размеры сапог подберете и велосипеды там велосипедов моря сколько стоит они там у кого-то сэп соскочила у кого-то там то есть каждый может взять велосипеда по 3 по 5 из них то обязательно один соберешь совсем незначительное что-то почему так мы не брежен первый счет ремонтировать мне никогда а второй каждый год мне бесплатно магазин дает по одному велосипеду на выходе такой лидер барнауле там шерстобитов алексей очень добрый то и он мне ну дает поэтому я тут и ремонтом не не занимаюсь а как есть отдаю все поняли пойдите вместе посоветуйте друг другом что лучше володя там посмотрите валя как-то просила на днях муки дать там я сказал посмотри ваша с прошлого года остался мне тоже помогает в лагере ну где остается в этом все стараемся уже не пройти никого все 3 приехали гости кажется 14 человек ребятишек это воскресная школа там большие они прям мы большие ребята это лет на рапа 16 по лопатии мы сюда ну все я музыки дали ту земелька еще заровняем колодец тут у нас был но его на разосыпали мы пропала здесь купаться здесь вполне можно он глубокий посмотреть это два метра почти вот эти три кажется дерево он растут которые это три столба были раздевалки поставили вот оно где а теперь но видишь что выросла ты большие деревья вот обыкновенно столбушки и поставили тут все чтобы не не посадил все растет все я отошел давайте сегодня вот 7 число 7 августа подожди как мы работаем там где ты вчера был я думал никого нету долго смотрел пастуха так и не видел вот время 12 часа к коровы еще не отходили ну да вот как крапиву ну вот смотри какая трава то что они не едят это мы возили эту камыш косили то почему не погнать их лиза гоняет далеко катя далеко смысл гонять далеко не понял смысл гонять трава хорошая они трава хорошего здесь хорошая там дальше нормально вот это вот хорошая трава нет там дальше ну так вот они дальше то не выходили они зато вот около нашего огородчика они так и пробыли около этой березы дальше кучковались гляжу овечки отдельно пошли туда очень не охота пасти нет я пасу нет а вот мы родились на степи это не позьба это ну главное чтобы коровы не сбежали домой неправильно это ваша до добыча то вся только с этой с молока я думал что пасут девчонки которых ну может быть всего этих прислали маленькие там не так сколько не выйду на этот бугор вот около церкви я выходила раз десять мне шифер таскать вниз то выйду никого нету овечки пошли здесь лежу пьют коровы пошли там уже никого нету и так никто не появился а ты видимо среди этих был до много наловил наловил кого нато рыбу ловил нет нет а я вижу что ты сетку в руках держал нет ну а почему не пойти не погнать то непонятно для меня другое дело в корчиной когда не нет возможности никакой но мы-то живем здесь на маленько по-другому вот представь себе что вот это наш лагерь вот он ну вот мы стоим напротив лагеря время сколько на твоих ну-ка посмотри замечательный какой полденадцатого пол двенадцатого осталось ровно сейчас до обеда то есть и никуда конечно их и не погонишь они на одном месте простояли она будет грызти корова даже землю мы в армении ехали глина одна глина она стоит глину грызет там негде пасти у горы но тут то можно было отогнать крапиву они не едят это уже точно только ну дроблены с чем-то с мукой может быть вот и даже наклонись вот сюда наклонись вот я вплотную наклонюсь сейчас вот смотри какая трава вот моя рука здесь вот нарвать пригоршню с квадратного метра невозможно она ходит скотина мучается это грешно скотина не инновата пасти это значит найти лучшее пастбище вовремя напоить вовремя пригнать сохранить чтобы волк не это пасти пастырь добрый гоняет ну а чё бы так или на к на этом гуляете на стене вот это вот если сегодня на стене нету за счет на плотине я не знаю ответа у меня никакого нет считаю что все это от веры происходит крепкая вера она не позволит на скотина издеваться скотина то не виновата что мы такие дурные вот мы ездили солнце всходит ну где-то товара рассвет даже солнце не сходит люди идут уже с пастбище они отвели коров его куда-то уводят и там кто-то пасет идут мужики оттуда вечером едем уже темнеется темно еще только гонят вы выгоняете когда солнышко высоко и пригоняете полдня вот выгоняли когда снег еще был отдельно полдня постем нормально но это нормально на часов сутки но я понимаю это сегодня нормально то что человек на севере живет 36 лет это нормально наркоман 36 лет живет нормально разве так она написали все человеческие 70 лет вот мы выгоняли когда вас здесь еще снег лежал а там маленьком проталины и загоняли когда снег падал и чтобы меня кто-то среди лета или один раз мы даже этого не ну невероятно я получил я должен отдать это моя работа я нанялся пасти дом строить нанялся поле засеять ну по результатам судится как судить и до беда ты не пас а другой пас хорошо как узнать кто хорошо пас никак причина то какая чтобы никуда не гонять это стоит стоите вот здесь около дома причина ты думаешь какая ну ну по хорошему то ты же знаешь причина одна что я не люблю скотину миша никитин говорил я не люблю пасти не любишь пасти но надо пасти другой не любят воспитывать детей вот и учитель то обязан учить нравится не нравится но мы же вы выступили на это дело мы согласились что скотина ниже нас что нам ее бог верил и что мы обязаны за нее отвечать перед богом она мучается из-за нас мой отец пас овечек коров разве так он 40 лет пастух был он смотрел какая трава в какое время дня где напоить когда пригнать то есть он славился на весь район а на такую пасть бомба сказал такой человека не грех убить чтобы он не жил и не вонял зря но он бог это ошибка не знал у него свой лексикон был я вот смотрел смотрел думаю ребята дай-ка я съезжу по моему коровы брошены никто их не пасет или пастух заболел лежит в кустах где-то никто не спасает его я так подумал ну вот если вот такую позбу показать что пасет это веничук тебе удобно было вот взрослый будешь когда сказать это я их так пас и ты же сам понимаешь что тебе стыдно будет у нас тут были ребятишки которые снимали и он ну противничал а теперь уже подрастает и ролик этот мешает ему ему нигде не мешают он растет такой какой был а другой говорит да это я был смеется да действительно дурень я был дурью набит а вот от вани большой на днях приезжал сюда в лагерь вани который у нас лагеря был суховей он приезжал на машине приезжал такое радостно он пришел как домой отец привез они приехали за дроботами и он прицепился с ними работать совсем парнишка не хотел здоровый высокий наверно выше тебя ростом ты знаешь ну в отец говорит у него изменения прямо изменения но постепенно сходят домашние условия там поздно встает а если рано встал до вечером ты шалман не творил по чужим садам не лазил тебе день то покажется какой красивый то а так это прятаться друг от друга только овечка не виновата я плохо снимаю вот моя график у нас в 8 часов еда завтрак то и людей сейчас и в лагере нет мы раньше чтобы на один час пораньше попозже закончить сейчас ручной пилой пилит и пилит ребята убирают с какой стороны землю брать корень рубят не просыхают у нас нет ни перекуров нищие утром как пришли до обеда после обеда до вечера и это нам не надо это вы живете здесь мы стараемся обиходить вот этого пруда не было бы если вы в первый год это не зато моя была идея нанять бульдозер вот это вот эти деревья все до одно дерево мной посажены а мне это надо я здесь и не живу посмотри как мы выкосили нынче вот выкошены это на шалаш выкосили это интересно там отдыхать можно вот когда работает по совести человек ему ну просто приятно вспомнить будет это когда поешь домой так у меня на еще живание если я останусь не уеду заняться плотиной это никуда не занимались представь себе если бы она на полтора метра была выше не промерзала сколько рыбы было бы мальков купили все и ничего нету каждый год вода утихать совершенно брошенный пруд никакого никакого внимания ему это совершенно сколько прорвало ушло ушло вот а там всего ничего но надо цементу конечно купить также делать слив посмотреть где в каком месте его сделать там где течет его поднять и вот слив намного выше сделать вот а дальше досками все это как-то сделано вот это вставляется простите пожалуйста ну что на крыльце позвонили мне на крыльце рыбные головы положили для кошки игнать или сходите отдайте я пошла там никаких голов нет а где на каком крыльце у церковном кто положил когда ну вот позвонили я не знаю я сейчас закрывал никаких него никого ну-ка я выходил может быть там внутри не на крыльце если на крыльце то куда бы видели бы мы ладно посмотрим мы до конца ходили ну надо забрать больше в ней протисло ты-то еще ты с этой сгадой то чего у тебя там она разговаривает говорит она согласна как только ушел она опять на троих и людмила степанова тоже говорит квартиру не на троих мне лично нужно с ней переговорить она согласилась на одного подпись на друг опять уже 10 и опять она мне согласилась и опять чтобы она вызвала можно вызвать там главный врач или кто чтобы вместо нотариуса и два свидетеля подписала когда выйди тогда к нотариусу убеди ее хорошо люди которым ты думаешь это деньги деньги просто они возьмут их и их нет больше денег а этот человек у них где жить одно другим то сравнивать счет сравнивать а тем более гаврюшка с Викой сегодня Вика мне звонила говорит пошли на базар за известкой поберить чтобы до этого гнать пришел говорит там наверно тысячи этих тараканов носится все стенки все кругом пошел яду взял вытравил их после кошек целое ведро почти этого набрал но и голуби голуби там другой комнате выгнал эти голубей говорит и весь померзл пол ведра наверно ну она видишь это все бабки так они на кошках кошатницы по тридцать по шестьдесят кошек да да и они еще так с кошками что-то для здоровья нужно они кошкину не нужны но это же болезнь это болезнь просто болезнь так а это грязь то какая ну грязь то она кошка как сделать чтобы она кошек то и говорили в вольере вольер у этого может там было у Сережи я подошел он даже не разговаривает ну я говорю вольер то можно куда-то унеси там ну и пусть они подкопают и уйдут из-под низа никто их знать не будет сказать что оставили на памятнике кучу навозу ей ни в коем случае у меня кошка нужна она наверху одна сидит а другая здесь вот эта черная вот здесь попал поймала мыша вот здесь вот прям они где-то проходят через стену это там не надо ничего в городском месте у меня с потолка падали сейчас щели все закроем на потолке и хорошо так сколько ты думаешь про быть здесь я до вторника во вторник меня повезут уже ну а как сгарит опять не успеешь я завтра жива здорово надо чтобы говоришь гавриилу и чтобы она подписала это разговор только только за дверь и она опять за свое это надо тебе с ними по я уже был говорил все мне зачем идти зачем позвать некого в субботу были станься рядом здесь же уходишь от меня буду не слушать дмила степановна сказала что она пойдет и сделает это дело как она без нее сделать без нее никто не будет делать с ее согласия конечно ну согласия ты что была там ее не уходить пока она не сделает завещание в понедельник тогда можно прийти полностью и ты приедешь хоть на поезде хоть как сделай не уезжай пока не сделаешь хорошо сделать чтобы была бумага на руках и тогда и кошек всех этих выгнать как-то это сделать всех кошек разбуцелить или усыпить я уже говорила говорю ты ехать неси ветеринар он говорит усыпь их и все сейчас говорит кошка одна катилась другая сейчас катиться будет там малышей это говорит сколько уже ну все передавите и уберите еще смеяться то прям это совершенно как это даже идиотами нельзя назвать у сокольских посмотрел бы что есть там как тараканы кошки это помешанная баба это я считаю это все-таки признак одержимости не может сейчас выйти из этого я мать-то отпевал они тут и под гробом где там это еще николай ну ты что одну пинком там его под это тут же лазит под гробом на окна везде это кошки я понимаю у меня нет я сам держу кошку там же мне никак нельзя у меня там пшеницы тонна и мыши там появляется один раз я не закрыл семечки в банк они с потолка падают мыши с потолка уже уже говорила ты второй раз еще раз скажи с потолка будто на потолок залезет любишь этот потолка один рассказал это старушечка тоже никто их не видел с потолка один раз упал я видела но это все это неинтересно и нельзя увидеть ну хорошо так ты хозяин что ты у тебя с потолка мыши падают ничего себе так там их полно да не надо тебе это тебе это понравилось это уже я уже слышу это много раз и ты а вы делаете мышеловочка стоит 50 купила несколько мышелов и ты их за неделю всех приловишь мышеловочка когда нету кошки да а если кошка есть лапы ей это бьют она с первой выгнала ее кошку поросалась кошка оси не ловит нет ловит она заскочена она еще и так ловит у нас кто потерявки травит кошка у нас сдохла там серка не знаю никто не травит никто не травит нет травит тот у кого кошек нет да у кого у нас у всех кошки есть у оси кошка есть так у кошки и он еще где живет у матери у них нет у Андрея четыре кошки там в одной считай зворе гоня ходит ну и видимо старую какую-то нашла мышку она не болела ничего когда в прошлом году только что вот сейчас обязательно куда-то метается ходить так трудно стоять на месте ну зачем тут вот сюда это мне очень неприятно я кое-что спросила ну спрашивай спросишь потом ехала дорога не спрашивала сейчас меня не допускали не успевала это неправильно тебе был дан шанс всю дорогу могла разговаривать и спрашивать но ты откладываешь на то когда нельзя в это время дверку от машинки отрывать буду лезть но учись так отъехали не успел все это не мое уже вот сейчас данный момент это мое стойте спокойно то не мельтешить издря так твоя задача галли пойти завтра завтра не послезавтра послезавтра то само собой завтра ты с ней поработай побудь воскресенье посещают а там приди в такое время когда разрешат и там чтобы она вызвала кто там главный врач или кто вместо нотария то и чтобы она там сделала то все она может не выйти все кончилось она не понимает нотариуса можно и в больницу вызвать нотариуса но там чем-то связано нотариусом когда проходит когда не проходит поэтому для болящих для них допустим в субботу он больной нотариус не работает на главном врач или кто там ну кто кому-то право это дано узнали вообще не понятно понятно а гаврюшка тоже беспокоится говорит она может умереть они сегодня были у нее и вчера были в больнице у нее приносят там ей ну все сделали вопрос с кошками уборку сделали в комнате все уже вот сегодня у нас 8 июня 2015 года погода была не совсем благоприятная ну вот вошли в июнь да и главное на полях то сейчас у нас не все еще по посеяно сегодня разговаривал с долговым жени он говорит кончает уже проехать нельзя там горит колея страшная по полметра яма эти борозды ну говорит на днях мы начнем работать а когда ко мне ехать ну только вокруг через урывку вот видишь как картошка попадается нет тут моя нет нету значит ну она такая боленькая вот полметра от дома это отмостка надо как-то сделать она цементируется чтобы текло ну еще там я хотел сказать там вперед и входом в дома там где клумба цветов то там много земли то можно посадить корней 10 да прям направо там как за выходишь перед выходом вот это у нас калина про нее много песен красная калина надежда васильевна тут что-то пытается мешать все под ногами она говорит там еще земля и но там надо смотреть куда она попала класть то интересно ну да она говорит есть это может быть именно такое место что можно помидоры там все посадить а там до поливать она редко будешь руки трясутся какой-то оператор то посмотри там можно камни в сторонку откинуть вот видишь как начинает работать и гляди счета вырастет а то у нас тут малина это город барнаул мы на ползунова 6 вот я иду вокруг обойти чтобы показать там смотри это бороться сделали мы думали крестный ход когда-то у нас будет когда дом то получили и так замок заржавил еще нет тут крапива но тут у малина тут уже ничего не сделаешь а вот это вполне можно еще смотри сколько а вот это вот кусты большие это смородина осталось вот она она кусты будут новые а здесь вот сколько между ними то иди вон куда до самой этой вот здесь еще еще и тут посажал то я не знаю это у меня ревень такой растет вот это все в пищу идет хорошие а это вот виноград вот я покажу сейчас какой он у нас вот он как это вот тыква я присяду перед нею показать тыква говорят иона под тыквой спасался и червяк подкосил его и он тень то потерял и смерти стал просить почему именно тыква не знаю видимо такой перевод какие листья красивые винограда это виноград вот он какой писать вот я стою это в рост мой поднимается но дальше вон они какие эти дальше пойдут это вверху провода у нас электрические и верху вот этот провод идет на интернет а это вот у нас прихожанин один глухонемой андрей это он взял такую обналичку я поближе маленько подойду показать какая вот такие наличники красивые как он их вырезал вот оттуда от края подальше а не знаю попадала из мяса я пришла он так вырезал это он на станке так вырезал ванна вон там можно приоткрыть маленького помидоры то правда хиленькие ну поливать надо вот вода а это наша белая лебедушка стоит вот если господь благословит ребята поедут главное то будет марьяс александр сергеевич я сейчас с виктором говорю если никто не поедет придется ехать мне игнатию лапкину я уже говорю умру дорогой так вы меня заверните там и под коробки затолкать и под картонные но вы потом будете каяться что меня отпустили я пытаюсь сейчас пока их это настроить на то чтобы они даже ехать да они еще не должны и так не даже неправильно сказал должны здравствуйте очень так хорошо вообще прямо даже слезы вы знаете меня вот осенью я заболела заболела как слышно меня хорошо да я слышу а где вы находитесь я в чайковском пермский край пермский край да да на урале у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я бы не хотела чтобы меня ухожу все все до свидания а как написано приступали к духам праведников достигших совершенства что бесы достигли совершенства посланник евреям это до креста который уходили души я понимаю я это поняла это адвентисты седьмого дня понимают написано и увидел я под жертвенником души убиенных и они возопили до колени всижна кровь нашу я говорю они говорят они разумного это надо понимать аллегорически никакой души у человека нет я говорю как нет а куда она делась то он не понимает ничего почему потому что сатана замкнул мозги он не соображает ягра написано им сказано успокойтесь на малое время данной одежды до коли дополнить число ваше тут разговор идет души души нет он не понимает почему потому что он обречен на мучения он прописан уже в аду адвентист у него само название адвентист ни одна секта так себя не начинала баптисты образовались из-за чего чтобы крестить в полное погружение взрослых у них другого то не было она баптизм назывался а это образование от баптиста вышел уильям миллер и сказал что 1841 году христос придет мир закончит существование понимаешь как на лжи основанная секта на лжи а у баптистов от желания сделать как лучше это же большая разница ты когда будешь батистом приходить на у нас одного баптиста хватит нам у нас батюшка баптист он креститель он крестит правильный единственное что у вас сейчас правильное то что это полное погружение а я тут вот и написал то что это служащий причащает ни к чему это неправильно потом сказал храм неевского александра я короче чего это александр бога это тобой дом божий назвать александр яско еще чего это он стал александр яско и никольский храм я своем взять александре подумай он приезжает хлеб ломает и он епископом или священником себя провозгласил ты наведи с одним с этим александром порядок я сегодня после службы зашел то они меня взяла да и я и с ним так поговорил так он скажет наверно больше чтоб я не приходил может сказать но ты говоришь ты говорит своих детей у тебя жена и дети куда ушли туда-сюда а меня учишь ты куда где-то пригласи меня куда ты ходишь то я уже сегодня вот такой великий день такой праздника вообще нет в году где ты никуда не ходил никуда в общем я ему сегодня сильно наговорил так он себя выдает то за кого что он священнослужитель приезжает в корчины и там ломает хлеб и подает я ему все сказал это я грамот надо грехах своих а что ты меня учишь что ты меня учишь вроде бы да хаты то отец для него ты должен учить его а ты ты говоришь не учи меня я говорю и буду учить вот это да не учи меня ты где-то такое видал взять есть это второй отец да я так и понимаю он тебя называет отцом-то папой ну он иногда а но сегодня называл его так так он анатолий кузьмич звал а так иногда отец нет анатолий кузьмич они а так иногда папа не называют а отец у нас такой володя устинов на моей сестре жена ты мою маму никогда мама не назвал ни разу а у меня теща надежда васильев мать была она только познакомились мама и так естественно она заступается и мы дружная я думаю человек этот просто не осознает какое сокровище получил не будь у тебя жены сколько ты потерял бы она горит положила начало стяжанию я еще иногда думаю он православные старообрядцы думаю у тебя сестра и взять и думаю не признаю они не признают вас мне как ваша не признают их заставляют они боятся они сказали которая выше их священник то здесь мы вас причащать не будем ну а у вас не могут не могут причащать они могут но они не не решается вот сын который андрей это он женился на православное то из старообрядцев то ну и все которые старообрядцев к нам приходят еще не надо делать заходи и молись они вот их епископ ко мне пришел на дом но и я его приглашаю поесть он говорит а вас икона не такая но я ему принес его старую икону а нам с вами за одним столом нельзя сидеть ну я не говорю я не буду обедать ты один-то пообедать ты же издалека а то другое он начинает еще что-то я говорю ты знаешь придет нужна и говорят у меня помойное ведро около него будешь сидеть и поешь он сразу с них и говорят ну конечно по нужде там все съешь так интересно получилось что тут заноситься то надо быть дружественным со всеми говорить кротко иногда приходится строго говорить конечно и я ему я ему даже таня говорит ему 40 сейчас алла разговаривай я сейчас прочитаю ему сочинил пункт четверо стихи так а левкина мы все записываем выставляем в интернет ты не против против мы говорим все хороших против я сейчас выключаю ухожу то ли кися стих принесет а я не буду скажи у нас еще плохого то нету мы божественно все говорим сейчас он принесет стих которую он саше подарил стих это хорошо поэзия уменьшает сердца ну то не у тебя какая она добрая вчера пришла какой-то бальзам принесла и уже как она меня нашла я ушел так потихоньку чтобы не видеть я же до конца то не был на концерте пришла и прямо я говорю ну я не возьму будет стоять бутылочки вам стоять в шкафу я не буду пользоваться я не болею у меня ничего не болит глаз но больно ну не так больно то я маленько то вижу и все внутри болит интересно и все это из-за надежды васильевна когда она пошла хотела вы вытереть что-то там а я только ногти постриг то я говорю я сам и я резанул и попал инфекция ногтем и уже два года болит но мне какое-то лекарство дают вот такое вот за закапывать чтобы ну это сигной попадает там чтобы удаляла его это не ничего не дает это но я еще вижу я каждый день святой водой промываю инфекция а тем более мы далеко ездили я вот этот бутылек то беру до машина идет там пыль а я переворачиваю его так и в глаз один или лежу и сзади на сиденье так а внукова машина там и пыли и грязь и но по-другому никак я благодарю бога за все есть люди слепые сейчас говорят показывал володя вот сегодня смотрел этот ник войщич который без рук без ног то он приехал в россию да ты что там такие встречи тоже находятся люди без рук без ног он их как утешает и как говорит ну многое говорит так-то таптика и мы не с грехом бороться вот как-то приласкать видимо что вы настроили его я не знаю какой он секте относится но видно что не православный он серб из сербии как бы родители то ли в австралии были ли где по-английски говорит как родной язык это конечно герой 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 по жизни надо же это так любить жизнь вот так женился женился какая красавица за него вышла ребенок вторым беременной показывает сын дети нормальные совершенно а когда он рождался в это время отец стоял принимал тоже роды но вышел в коридор то ему было плохо он увидел что ребенок рождается без руки и он не мог поверить выращивал когда вышел еще неужели без руки он горит и без руки а без обоих рук и без ног отец решился сознание говорит там или что вообразить нельзя ну иди читай или нет он сказал что я слышал что в интернет это не нужно ну ладно тогда ладно ладно то что еще нет все мне есть я не сюда выключать тогда мы отходим если ничего нету вот так давай команду дальше рукой проглаживать до самого хвоста вот так вот у него там самый главный разыгрывал разыгрывал разыгрывать у него интереса нету то что я посылал по сайту которая не проявляется то там что-то делали нет а куда посылали но я вам посылал какие именно не входят не ваши главы каких книг в аудио не могут скачать люди я посылал на skype и сюда еще не получали ну когда посылали сейчас недавно не получали но недавно неделю назад нет не получали тогда никуда не уходи далекая сейчас прям сейчас поищу и суну туда это мне уже повтор несколько раз идут и идут не могут скачать их как будто нету там там продлять или что но то что вы мне давно отправляли мужчина спрашивал я ему все отправила у нас есть это в другом варианте только в другом месте файловом хранилище а тут на сайте кто другой кроме него зайдет то нету нашим но старом сайте там практически невозможно это вставить а на новом сайте все это есть ошибка файл там . не там стояла и убрали переставили он открылся его закачали на новое хранилище уже окна но то люди то идут сюда на всех визитках везде у нас сайта только тот который раньше был чем на всех визитках надо старом сайте надо будет сделать ссылку что закон старый то стать мы раздаем его тысячами визиток и в интернете никто не закрывает просто надо будет на нем сделать отметочку что где новый сделать тогда так тот сайт еще не доделаны там книги по книгам вопрос возник не можем ворты его никто не может делать я не левшин брался помогать и он две книги сделал он говорит я чудом их делаю я не могу вам даже технологию объяснить это кто говорил евгений левшин это я с ним переписывалась а игорь то когда приедет он приехал он уезжает уже сегодня скоро что-то говорит он там простыл или еще простыл он так поехали игорь дебунов вчера был на собрании хорошо посмотрим потом если записать это ольга взяла ночь продержала не поставила ну ладно я только поэтому и хотел спросить а сегодня я послал насчет визитки то право блеск это посмотрели да я отправила в моем мире именно вот такую которую я послал а я на вас послал там посмотрите новое сзади там сейчас я посмотрю но когда напечатано в mail.ru там стоит она да в mail.ru я брала у вас уже два человека спрашивали визитку но но я им скинула а это сразу ответил что она уже напечатала ну не по 700 рублей заплатила за тысячу что получается по 70 копеек но у нас обошлось она по это визитка не послалил увеличили количество то у нас там 15000 они до 35 довели ей так ей нормально так значит и устраивать его такой же да а такую же тоже она не расплывчатая еще четкая будет четкая да ее нельзя не ужимать ничего она маленькая такая но у меня все благодарю как там агафе то хорошо с богом вам мамка то пишет все как ну чё пишет звоним перри перезваниваемся может приедет на неделе она поехала еще опять с квартиры что-то но она за валентиной дмитриевна там присматривает там ремонт у нее окно вставляет пластиковая следит за ней побаливает валентина дмитриевна ну понял я ну все с богом с богом